Мода, хобби, спорт, автомобили, закулисье больших событий. Мы стараемся не пропускать ни одного выхода хоккеистов в свет. Это КХЛ Стайл. Поехали! Кто покорил хоккейных болельщиков улыбкой или новые стандарты красоты? Общий вкус победы для Якушева и Дорофеева здесь и сейчас. А также клюшки будущего и жаропонижающая форма. Самую красивую девушку вселенной впервые в истории выбрали в Москве. Но главная новость заключается в том, что она из Венесуэлы. А это значит, что за последние 8 лет уже в шестой раз побеждает Латинская Америка. Многие предположили, что это какой-то вселенский заговор. Мы же следили за конкурсом задолго до финала. И за кулисами все было куда более непредсказуемо. Сходили с конкурсантками на матч Атланты и Льва. Узнали, что финская участница встречается с хоккеистом. И, наконец, научились распознавать, какая из четырех типов улыбки лучше всего воздействует на судей. Самое важное – игры, которые происходят в голове. Девушка, которая выиграет, верит, она должна быть победительницей. Она должна думать. Не сомневайтесь, я мисс вселенная. Они все уже и так национальные королевы красоты, но хотят покорить весь мир. В этом им помогают сотни профессионалов. Лу Сьера – американская модель и преподаватель. Учат девушек правильно дефилировать, обращаться с меховыми накидками и не отпускать взглядом камеру. В арсенале красавиц четыре типа улыбки. Открытое лицо с широкой улыбкой. Улыбка номер два – поменьше. Улыбка номер три – не открывая зубы. Лицо номер четыре – секси. Конкурс проводится с 1952-го. Число стран-участниц постоянно пополняется. Вьетнам, например, присоединился в 2004-м. «Труонг Тимай» привезла на конкурс национальные подарки. Это подарок от моей страны. На удачу. Для вас. Россиенки стали принимать участие в конкурсе 20 лет назад. Единственная мисс вселенная – Оксана Федорова. Но и та отказалась от титула, чтобы защитить диссертацию. В этом году от России Эльмира Абдразакова. Но до финала она не дошла. Амбициозная девушка со своими планами на будущее еще не определилась. Я училась, занималась журналистикой. Я, возможно, с этим хочу связать свою жизнь. Также играла в КВН. Это тоже мне безумно нравится. Возможно, я захочу стать пианисткой. Возможно, буду отличным экономистом и продолжу свою профессию по антикризисному управлению в мировой экономике. А, возможно, через год я выйду замуж и буду готовить борщи. Я не знаю. Чаще всего в истории первыми становились девушки из Америки – Северной и Южной. Дважды – бразильянки. Жаклина Оливьера стала одной из пяти финалисток. Она увлекается спортом, но призналась, что хоккей видела только по телевизору. Дружит с бразильскими спортсменами, но с хоккеистами незнакома. У меня пока не было шанса пообщаться с русскими мужчинами, но думаю, они красивые и обаятельные. Зато представительницы Канады, США, Хорватии, Украины, Швеции, Словакии, Казахстана, Чехии и Финляндии с удовольствием сходили на матч КХЛ между Атлантом и Львом. Торжественное вбрасывание сделали мисс Чехия Габриэла Кратахвилова и мисс Канада Риза Сантос. А мисс Финляндия поприветствовала с трибуны друзей ее молодого человека Кристиана Ньякювя, который играет в финском хоккейном клубе ЮИП и выступал за сборную Финляндии в прошлом сезоне. На стадионе чувствую себя как дома. Я должна сказать, что никогда не думала встречаться с хоккеистом, но мы познакомились через общих знакомых и сначала были просто друзьями. Хоккеисты КХЛ тоже восхищаются красавицами. Так нападающий СКА Роман Червенко уже давно встречается с мисс Чехия 2010. Яромир Ягар, который выступал за «Авангард», женился на украинской модели Инне Пугайковой, чешской мисс Интернет. Романы с хоккеистами приписывали и мисс России 2003 Виктория Лопыревой. Это была идея моей сестры, но я решила испытать судьбу, и вот мечты сбываются. Победительницей конкурса красоты в этом году стала венесуэлка Габриэла Ислер. Стадная телеведущая с блистательной улыбкой и густыми локонами. Но судя по остальным участницам, стандарты красоты все-таки меняются. Представительницы разных стран стали смелее. Конкурсу допускают девушек с модными стрижками, пирсингом и даже татуировками. Главное – уверенность и харизма. Но пока все-таки выбирают тех, кто, очевидно, понравится сразу всем. А сейчас модные новости из всех хоккейных точек России и мира. Конкурсы, видео и факты жизни игроков не на арене. Все самое яркое и интересное в нашем обзоре. Пока одни отдыхали во время перерыва в чемпионате КХЛ, болельщики Бориса путешествовали по миру и принимали участие в клубном флешмобе «Вместе мы сила». В течение нескольких дней любой желающий мог отправить свою фотографию с текстом гимна на лицке бумаги А4 и войти в историю клуба. Так выяснилось, что за астанинский клуб болеют в США, Канаде, Аргентине, Испании, Малайзии, Таиланде, Австралии и даже Южной Корее. Хоккейный клуб «Медвежчак» поддерживают противораковую акцию «Мовемба» или «Усабрь» и призывают к этому своих болельщиков. Каждый год в ноябре мо-братья и мо-сестры стараются привлечь внимание к проблеме рака у мужчин, отпуская усы. Наклеенные тоже допускаются. В акции «Усатый ноябрь» участвует вся хорватская команда. Как рекламировать то, что, кажется, не нуждается в рекламе уже больше века? Не меняется вкус Пепси и все тот же звук открывающейся банки. Но меняется покупатель. Убеждать поколение Next охладиться именно Пепси доверяли такому количеству знаменитостей, какой не снилось ни одной компании. В роликах снимались Майкл Джексон, Мадонна, Бейонсе, но в лидерах остаются спортсмены. Новые ролики все чаще связывают с хоккеем, а один из них посвятили суперсерии 1972 года. Только наша программа попала на съемочную площадку. Камеры, свет, сотни статистов, международная команда профессионалов. И всего двое суток на три видеоролика. Посекундная раскадровка. На производство одного идеального кадра уходит не менее часа. Плывет мотор. Начали! Все три ролика новой рекламной компании Пепси связаны с хоккеем. Два из них рассказывают историю, главными героями которой стали нападающий хоккейного клуба «Атлант» Артем Дорофиев и участник легендарной суперсерии СССР «Канада» 1972 года Александр Якушев. Кстати, ветеран советского хоккея впервые попробовал Пепси более полувека назад. Самый первый раз, это когда как раз еще совсем молодым 16-летним парнишкой я первый раз приехал в Америку и вот там с удовольствием, в общем-то, напился этой Пепси. По сюжету молодые игроки проигрывают матч, выходят после очередного периода и встречают в миг-зоне Александра Сергеевича. Тот делает глоток бодрящего напитка и придается воспоминаниям. В баночке из-под Пепси была вода, потому что после Пепси надо делать глоток и после этого сразу переключаться на разговоры очень тяжело. Поэтому режиссер разрешил подменить водой. Воды много в этом. Артем Дорофеев родился ровно через 20 лет после того легендарного матча и только начинает свой путь в спорте и рекламном бизнесе. 7 часов съемок, усталость, как после настоящего матча. Масса впечатлений. Артем признается, что по ощущениям это сравнимо с участием в съемках голливудского блокбастера. Не меньше. Это просто нереально круто. Зато канадский режиссер из Монреали Питер Хендерсон был свидетелем того матча. Автор рекламных текстов Юрий Попов шутит, что мэтра на площадке пришлось даже успокаивать. Настолько его захлестнули воспоминания детства. Ему, по-моему, было на тот момент 5 лет. Он уже тогда болел за свою сборную. Он плакал. Ему сейчас очень трудно снимать этот ролик. Он периодически плачет у нас там в кулуарах. Но мы его успокаиваем. Говорим, что эта история от нее никуда не деться. Поэтому он делает свою работу. Трибунной арены Матищи, где проходила съемка кампании, заполнили статисты. Благодаря работе гримеров появились советские и канадские болельщики из 70-х. Ну и, конечно, молодые канадские и советские хоккеисты. Это у нас был Харламов. Черненький, испанец Харламов. Я кушал, тоже парик делали. Задебу подстригли, такую сделали скобочку, как это модно выглядит. Эти стрижки скобочка. Это прямой. За годы, прошедшие с того легендарного Мати, стиль фирменной баночки Пепси поменялся. И специально для съемок из Америки заказали банку Пепси образца 72-го года. Кстати, в СССР заветный напиток появился только в 1973-м. Но что не меняется уже годами, так это фирменный и даже запатентованный брендом звуки напитка. Есть два основных звука, которые отличают бренд Пепси. Первый – это, безусловно, всем нам знакомый. Открытие банки. И второй – после употребления напитка. Созданный еще в 19-м веке напиток свой первый рекламный слоган «Платишь, как и прежде, получаешь вдвое» получил в 1930-м году, когда вместо бутылочек объемом 170 мл за 5 центов стали отпускать бутылки объему в два раза больше. В 60-е сладкая газировка стала позиционироваться как молодежный бренд. Именно тогда появилось выражение «поколение Пепси». На начало 90-х компания меняла свой слоган каждые два года. В 21-м веке лозунг сменился уже 7 раз. Сегодня связь «Поколение через вкус победы» – это то, что объединяет Пепси и хоккей здесь и сейчас. Что не нуждается в рекламе, так это профессиональная экипировка. С каждым годом она становится скорее торжеством не стиля, а науки. И разрабатывают ее не дизайнеры, а ученые. Сломанное лезвие можно поменять за секунды. Клюшка сезона 2014-2015 подстраивается под игрока. Форма понижает температуру тела. Особые кристаллы вытягивают влагу прямо во время матча. Мы открываем самую наукообразную главу в нашей энциклопедии важных вещей. Главный элемент амуниции – коньки, лезвия из нершавеющей стали и алюминия. Так вес снижается почти на треть. В новом сезоне коньки смогут обходиться без суппорта выпуклости на ботинке, которая дополнительно фиксирует голеностоп. Ботинок формируется термически, то есть при нагревании сможет принимать точную форму ступней. Есть даже уникальная шнуровка, поглощает энергию ноги и помогает отталкиваться. А новый стакан увеличен на 3 мм. Ты можешь менять лезвие за считанные секунды. Нажимаешь вот этот курок и снимаешь лезвие. Желательно, чтобы это было в перчатках, либо с помощью специального инструмента. Если, например, лезвие в игре сломалось, то обычно ты пропускаешь 2-3 смены, они могут быть очень важными. Но здесь же ты просто вставляешь за считанные секунды лезвие и выскакиваешь на свою следующую сменку. Щитки и надгрудники. Эта защита называется Aerolite. Основная проблема для игроков – экипировка сильно намокает. Чтобы этого избежать, разработана новая секретная технология под условным наименованием 37,5. Научно доказано – это средняя температура тела игрока во время матча. В наш материал, которым мы обшиваем и защиту, и термобелье, мы интегрируем специальные кристаллы, которые помогают вытягивать пот, влагу из организма. Они распределяют их по поверхности, еще выталкивают за материал. Тонкий крюк, эллиптический профиль, чтобы закручивать шайбу – так выглядит новая клюшка. Технология Эластек представляет собой смолу с углеродными наночастицами, которая предотвращает появление микротрещин. Клюшки теперь различаются еще и по гибкости. Они гнутся совершенно по-разному. Если вы посмотрите, чем больше красная зона на клюшке, тем жестче она в этом месте. То есть, грубо говоря, прогибая вот эту клюшку серии Вейпро в этом месте, ты встречаешь сопротивление композитных материалов, потому что здесь они усилены. И, соответственно, логично, что гнется она вот в этом месте и внизу. В начинке шлема вместо стандартной защитной пены отныне используют новый материал Парон. Главная функция внутренней плавающей подкладки – предотвратить удары по касательной, одни из самых опасных в хоккее. Кстати, еще в процессе тестирования шлемы испытывают тремя типами ударов на шесть различных точек. Он должен быть легкий, что у тебя ограниченное пространство в конструировании шлема. И поэтому иногда приходится отказываться от больших степеней защиты, да, пользоваться меньшими. Но они должны быть очень высокотехнологичны. Поэтому, когда мы бросаем шарик на более тонкий Парон, он все равно достаточно хорошо поглощает энергию. В этих коньках, шлемах и с новыми клюшками игроки континентальной лиги смогут выйти на лед уже следующей осенью. Линейки хоккейной экипировки производители обновляют каждый год и обещают все большую степень защиты. И не только для профессионалов, но также для детей и подростков. Для них предусмотрен весь комплект амуниции с новыми технологиями. А в форме даже есть специальные пропитки, которые способны бороться с бактериями. Филь – это самый простой способ говорить о сложных вещах. С вами был КХЛ Стайл. Пока!